Физкульт привет! Сегодня поговорим как всегда на наши любимые темы. Периодизации базового тренинга и тренинга в памповом режиме с точки зрения результата. Что бы мы с вами не делали, мы получаем результат. Либо положительный, либо отрицательный. Обратите внимание на то, что я не говорю негативный. Ибо негативный результат это если бы мы с вами не дай бог получили травму или отошли на другой свет. А все остальные результаты будут со знаком плюс. И иметь только положительный характер. Так как дают нам с вами опыт, незаменимый практический опыт. Теория на такое не способна. Как вы знаете и я не раз вам говорил, что теория без практики это труп. Как все это соотносится с нашими реалиями тренинга для набора массы, силы, рельефа и даже выносливости? Спросите вы. А все очень просто и лежит на поверхности. Возьмем к примеру силу. Я не раз говорил, что отказы убивают силу. Но многие с этим не согласны. Просто возьмите, поработайте месяца три грамотно по программам, рассчитанным на рост силовых показателей, без тренингов отказ. И вы будете шокированы результатом. По-другому вы просто сотрясаете воздух, когда не соглашаетесь с этим фактом. А нужен просто-напросто практический опыт, который и только он даст и покажет результат. Следующее, о чем я не раз говорю, это то, что грудные мышцы не растут от жима лежа горизонтального. Так же эффективно, как и от жима гантелей. И что само упражнение, жим лежа горизонтальный, рассчитано в первую очередь на рост силы всего плечевого пояса. И работать в нем необходимо именно в силовом режиме, без отказных повторений. А вот на массу жать гантели, и тогда прогресс будет налицо. Из вышеперечисленного пункта вытекает следующий, вызывающий спорный вопрос. Но он из-за недопонимания и нежелания практическим путем убеждаться в том или ином вопросе. Зависимость массы от силы. Ибо большинство людей до сих пор не понимают этой взаимосвязи. Все дело в том, что любой здравомыслящий человек понимает, что выполняя одно и то же упражнение на одно и то же количество повторений, массивнее будет тот, кто жмет больше вес. Если конечно оба не принимают, либо принимают стероиды. С этим думаю никто не поспорит. Но когда я говорю о необходимости работать на силу, люди начинают возмущаться. Почему-то приводя примеры силовиков с огромными силовыми показателями, но не такими мускулистыми, как бодибилдеры. Но здесь я не призываю никого придерживаться только одного линейного силового тренинга. Нет. Друзья, я говорю о необходимости циклирования вашего тренировочного процесса. Где есть место и работе на массу, и работе на силу. Ведь когда вы будете развивать в себе силу и работать на массу сможете с большим весом. А это даст в свою очередь больше результат и для натурально тренирующегося, и для юзера стероидов. Но тренироваться необходимо не только на развитие массы и силы, но и на развитие выносливости. А вот тренировок на рельеф не бывает. На рельеф можно, господа, только правильно и грамотно питаться. Из всего вышеперечисленного вытекают последующие пункты, о которых я постоянно говорю. Это необходимость тренироваться по принципу периодизации на все типы мышечных волокон, развивая все три типа. Гликолитические, промежуточные и окислительные. Причем работать на силу и на массу всех трех типов. Причем каждая новая тренировка на одну и ту же группу мышц должна носить разный характер. А не так, когда вы сначала практикуете массонабор, а затем работаете на силу в течение недель или месяцев. Это не так эффективно и рационально. Следующее, что уже даже вызывает смех, это работа на выносливость. Ведь давно уже доказан факт того, что работа на выносливость это работа над мышцами, на развитие в них максимально возможного количества митохондрий в мышечном волокне, которые не позволяют мышце закисляться, что и обеспечивает работоспособность, а не тренировки сердца. Но многие до сих пор не верят в это, а нужно-то всего-навсего попробовать, чтобы оценить колоссальный эффект уже через 2-3 недели. И таких примеров, друзья, море от того, что необходим выброс инсулина сразу по окончании тренинга. А в другие часы он нежелателен, особенно утром и перед сном, и заканчивая тем, что на ночь есть вообще противопоказано. Друзья, не верьте никому на слово. Это правильно. Даже мне. Но пробуйте и практическим путем доходите до всего. Только тогда это будет иметь смысл. Вот еще один пример логически грамотного подхода к тренировкам. Сколько подходов делать? Этот вопрос мучает всех. Если вы возьмете за основу, к примеру, 4 подхода. И увидите отсутствие положительного результата в росте массы или силы. Что вы будете делать? И куда двигаться? У вас будет два пути. И вы не будете знать в сторону увеличения подходов вам двинуть. Или наоборот уменьшить их количество. В этом нет логики и здравого смысла. Другое дело, если вы начнете с одного подхода, рабочего подхода в упражнении. И при отсутствии прогресса у вас будет четкое видение одной единственной дороги. Увеличить количество подходов. До двух. Причем делать это нужно будет очень просто. Добавляя по одному подходу в рабочем упражнении. Ведь другого пути просто нет. Не отказаться ведь вообще от рабочих подходов. Хотя уверен, для многих это будет приятным вариантом. Нет. Здравый смысл подтолкнет вас к прибавлению еще одного рабочего подхода. И через определенный практический период вы увидите достаточно двух рабочих подходов или можно добавить третий. Только двигаясь в таком направлении вы всегда будете уверены на все тысячу процентов, что это правильный, единственно правильный путь. И не будете тратить впустую ни свое время, ни свои силы. А что может быть лучше такого подхода? Надеюсь, друзья, эта информация подтолкнула вас или по крайней мере заставила задуматься о рационализме не только в подходе к тренингу, но и к жизнедеятельности нашей с вами в целом. Удачи всем позитива и сухой мышечной массы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok